Сейчас про сахарную войну в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал сдержание руководителей всех местных сахарных заводов. Ранее СМИ сообщили об их пропаже. 90% белорусского сахара поставляется в Россию, но по словам Лукашенко, суда он идет по обросовым ценам. А потом его с выгодой перепродают назад в Беларусь. Михаил Сафонов об особенностях сахарного бизнеса в Братской Республике. Несколько лет назад у нас в Беларуси чуть не случилась сахарная война. Тогда наш Минсельхоз пожаловался, что Минск беспошлино импортирует из Бразилии тростниковый сырец и заваливает им наш рынок. А мы, между тем, за последние годы и сами стали производить много сахара и экспортировать его. И вот по какой схеме работали белорусские производители. Они поставляли свой сахар в Россию, а потом от нас перепродавали его в Белоруссию и зарабатывали на разницах в ценах. У нас сахар дешевый, а в Белоруссии дорогой. Продолжает предправление Союза сахаропроизводителей в России Андрей Бодин. В России рыночная экономика, если цена на сырье, на сахарные стекла формируется от споса и предложения, в Белоруссии цена на стеклу становятся государством в госзаказ. В отличие, например, 40 долларов, в Белоруссии в России 22-23. И, конечно, себестоимость сахара, которая сегодня формировалась, исходя из этого в Республике Белоруссии, она выше, чем в Российской Федерации. С этим, вероятно, связан и то, как изменился экспорт белорусского сахара. Еще в 2018 году, с января по ноябрь, страна продала эту продукцию почти на 400 миллионов долларов. А в том же периоде 2019 года сумма снизилась почти в четыре раза. Видимо, эта цифра и возмутила Лукашенко. Настолько, что белорусский КГБ задержал руководителей всех сахарных заводов страны. Их там всего четыре. А также взяли и главу трейдинговой компании, которая и продает их сахар у нас. При этом Россия – основной покупатель белорусского сахара. К нам идет 90%. Возможно, белорусского главу неверно информировали. О схеме, по которой идут поставки сахара, знали все. Она существовала десятилетиями. Комментирует финансовый директор торговой компании «Сюгден» в России Глеб Тихомиров. История получилась громкая. Сначала СМИ сообщили, что руководители белорусских сахзаводов пропали. Сейчас Лукашенко высказался так – всех под метлу в камеру. Причем одного сняли с самолета, который уже вылетел в Мюнхен. По требованию Лукашенко лайнер развернули над Польшей. А там летели и другие люди, ни в чем не повинные. И это нехороший сигнал, говорит эксперт по Белоруссии Дмитрий Балкунец. Это говорит о том, что через Белоруссию летать небезопасно. Я не исключаю ситуации, когда Лукашенко в следующий раз отдаст приказ посадить самолет, например, который летит транзитом через белорусскую территорию, прикажет кого-нибудь арестовать. Это очень печальный момент в этой всей истории с арестом этих руководителей сахарных заводов. Лукашенко заявил, что менеджеры продавали сахар в Россию по бросовой цене, перепродавали назад в Белоруссию с премией, а разницу оставляли в личных карманах. Все опрошенные представители рынка в схему не верят. С учетом того, что сахарная отрасль в Белоруссии стратегическая, рассказывают, что всех руководителей сахзаводов постоянно прослушивали, и они об этом знали. Возможно, это внутренние белорусские интриги, передел рынка. Возможно, Лукашенко в очередной раз решил показать, кто в доме хозяин. И параллельно, кстати, заявил, что его политическая карьера скоро заканчивается. В любом случае, это может быть показательная глава о том, как в Белоруссии ведется государственный бизнес. Установить высокую внутреннюю цену, дозволить бизнесу на этом зарабатывать. А потом, когда кому-то понадобилось, за это же его и покарать.